МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каких годов эта съёмка из архива ТНВ уже никто и не скажет. Предположим, конец 80-х, 90-е. Сегодня только инструмент для высадки растений не изменился. Все остальные технологии шагнули далеко вперёд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2010 год. Аномальная жара, отсутствие осадков. Пожарами охвачено около 200 тысяч гектаров леса в 20 регионах России. Восстановить леса нужно было в короткий срок. Для этого было важно вырастить качественный посадочный материал. Исходы этой задачи взошли в Татарстане. Именно в дни пожара в посёлке Лесхоз Сабинского района заложили камень в основании лесного селекционно-семеноводческого центра. И уже через полтора года, сроки эти назовут сразу рекордными, центр торжественно открыли. Мы говорим много о модернизации нашей страны. Я думаю, что вот это яркий пример модернизации лесного хозяйства. Основа любого лесхоза – это питомник. Центр уникальный. Сеянцы здесь выращивают с закрытой корневой системой. Это значит, что растения под надёжной защитой и приживаемость практически 100%. То есть сколько посеешь, столько и посадишь. Для Татарстана, где лесистость всего 17%, открытие такого питомника стало настоящим открытием. А наши сеянцы, они, как видите, имеют свою корневую систему, обхваченную торфом. И то есть тем самым сеянец живой доезжает до своего места назначения. При традиционных технологиях на одном гектаре нужно посадить около 5000 саженцев. С технологиями центра достаточно 2000. Экономия в 3000 сеянцев и саженцев, а лес всё тот же. В открытом грунте сосна до стандартов 12 сантиметров выращивается 2-3 года. В центре всего за 4 месяца. Утили поли влажность, 99% в течение зимы, как в бане. Но предприятие уже вполне серьёзно рассматривает возможности увеличения мощности. Только в самой республике требуется в год 18 миллионов сеянцев, а здесь выращивают 12. Та же Сибирь была бы в первых рядах заказчиков после лесных пожаров прошлого года. Хотя и последствия 2010 года ещё не удалось липидировать в целом по стране. Здесь клоны осины триплоидные. Она не подвержена гнили, болезням. И она вырастает за сезон до полутора-двух метров. Клонированная осина. Здоровая, быстро растущая. Её белоснежная древесина, ведь лес это не только лёгкий, но и экономика, востребована в мебельном производстве. Пока они детки. Вот даже если на сосны посмотрите, только-только всходят. Вот ещё буквально... И так называются новорождённые? Ну, можно и так сказать, да. Называют сенецы детками и универсальными солдатами. Руслан Газизов, директор центра, сам родом из Сабинского района. Пробовал жить в городе, но корни оказались сильнее. Лесхоз, огромная память Нургали Мениханова, да? Мог ли он предположить, что вот всего лишь за несколько лет могут произойти такие глобальные изменения? Я думаю, он предположил, он очень дальновидный человек был, стратег. Он бы порадовался за нас, за лесхоз. В лаборатории биотехнологии, где из клетки лучшего древесного растения получают клон миллионным тиражом, видят в своей работе особую философию. Это не вмешательство в природу, это помощь ей и сохранение её ресурсов, порой исчерпаемых и исчезающих. Получается, осину, например, пришёл там, лет через 35-40 спилил, что-то получил, потом ничего сажать не надо, поэтому он сам по себе уже восстанавливается. Спилил одно, высота три. Вот такое, короче. Вечно зелёные насаждения будут, скажем. После опробирования в Татарстане такие центры появились ещё в нескольких российских регионах. Сабинский спустя годы остаётся самым крупнейшим в России. И мало кто сомневался, что внедрить новейшие технологии и реализовать их на практике смогут именно здесь. Этот центр – продолжение традиций, заложенных лесоводом-новатором Нургалиме Нехановым. Он 28 лет стоял у руля лесного хозяйства, был одним из первых, кто внедрял науку в производство. Когда-то новаторская разработка Нургалиме Нехановича с командой единомышленников «Выборочная рубка» встретила ожесточённое сопротивление, а сегодня применяется по всей России. Технология позволяет работать без ущерба природе, без ущерба для производства. Мензеля Апа работала с Нургалиме Нехановым 12 лет. Встречаемся с ней у памятника легендарному руководителю. Здесь, как всегда, живые цветы, потому что память жива. Я с леса, ты школа, поликлиника и дом культуры, централизованное газо- и водоснабжение, образцовые дороги, социально-экологически ориентированное производство – это тоже всё о Нургалиме Неханове. Об этом теперь рассказывают в музее. Музей удивительный, он не о прошлом. Он о жизни. Об особой философии Нургалиме Неханова – сосуществовании людей в гармонии с природой и друг с другом. Дети, которые к нам приходят, я замечаю, большой интерес у них вызывает лесное хозяйство. Они с большим интересом смотрят эти экспонаты. И при выходе каждой из них, я прислушиваюсь к их словам, каждая из них говорит, что они хотели бы стать лесником или связать свою жизнь с лесом. И это неудивительно. Здесь сложно быть вне этой профессии. лес окружает повсюду. Дендрологический сад – мечта Нургалиме Неханова, что смогли реализовать его единомышленники. Два года назад появилась уникальная оранжерея. Теперь здесь можно увидеть и тропический, и субтропический лес. Моё любимое растение. Даже не знаю. Для меня они все одинаковые. Чтобы росли все. Из-за туристическим потенциалом здесь видят гораздо больше. Берегите природу, лес – это наше богатство. Для кого-то это привычные простые фразы из придорожных счетов. А здесь это уже давно философия жизни. Светлана Спирина, Роман Безменов. Семь дней. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ. Продолжение следует...